Всем привет, дорогие зрители! С вами Мистер Шпилки, за сегодня в рубрике «Под пристальным взглядом» мы посмотрим на игру Blood West. Это атмосферный стелс-шутер с видом от первого лица в декорациях Дикого Запада. Мы сыграем за восставшего из мертвых Деспирады и отправимся расправляться с древним злом и демонами преисподней, чтобы снять проклятие, нависшее над пустышью. Тогда, может быть, и наша душа обретет долгожданный покой. Добро пожаловать в Blood West. Поговорите с ближайшим тотемом, чтобы узнать, что делать дальше. Хорошо. Сейчас, друзья, у нас будет небольшое обучение основам игры. Здесь действительно есть чему поучиться, потому что эта игра завязана на стелсе, и стелсить здесь нужно, ну, я бы, наверное, сказал, в приоритете. Можно в лобовую поломиться на противников, но это неизбежно приведет к смерти, потому что противники очень сильные, и проще его вырубить, допустим, одним ударом в стелсе, чем стараться там как-то прыгать с ним, танцевать с топором и пытаться его победить. Одного противника, может быть, мы убьем, но второй-третий с неминуемо приведет к гибели нашего персонажа, а за этим придет проклятие. Что это такое, узнаете чуть позже. Давайте осмотримся немного, где мы оказались, в каком-то каньоне, да, в каком-то ущелье, и нам нужно поговорить с тотемом духов. Ну что ж, давайте это сделаем. Он зажигает свои адские глаза. Вот тена сработала, сработала, и все куски на месте. Что? Ты кто? Кто я? Ты хотел сказать, кто мы? Мы лишь несколько духов, слившихся воедино. Куда важнее понять, кто ты? Я... я не знаю. Ответ прост. Ты живой мертвец. Мы приложили огромные усилия, чтобы призвать тебя сюда. Мы знаем о твоих похождениях и достижениях. Ты прославился на всю страну. А жуткие слухи о тебе ходят из-за ее пределами. Ты наш туз в рукаве. Сразу отвечу на твой вопрос. Нет, обратно мы тебя отправить не сможем. Пока что. Видишь ли, такова природа любого призыва. У него должен быть повод. А повод у тебя есть. Ты живой мертвец. Не подверженный внешнему влиянию, ты будешь нашим факелом во тьме. Твоя искра разожжет пламя, что очистит гниль этого мира и освободит нас из бесконечного круга отчаяния. Что я должен сделать? Ищи зло, что скрывается в этом мире. Ощути запах серы в воздухе. Почувствуй вкус скверны. Узыри трещины в реальности и язвы на останках мертвецов. Только тогда ты обретешь свободу и сможешь уйти. Вообще в игре шикарная озвучка. Именно вот английская. Голоса просто потрясающе подобраны. К сожалению, вот русской озвучки нет, поэтому я постараюсь вам читать диалоги. И если присмотреться, друзья, вы уже заметили, что графика в игре пиксельная. Но это нисколько ее не портит. Атмосфера потрясающая. Атмосфера сродни тому же Вальхейму и графика, кстати, очень-очень похожая на Вальхейм игру. Но здесь мы с вами в декорациях Дикого Запада. Ну что ж, давайте продолжим наш путь. Скрытность. Чтобы переключиться в этот режим, удерживайте или воспользуйтесь. У вас нет оружия, проберитесь мимо врага незаметно. Ну что ж, давайте перейдем в режим скрытности. И вот впереди стоит первый демон. Не попадитесь на глаза монстрам, в нижней части экрана есть датчик обнаружения, а сверху компас. Хорошо, компас показывает нашу текущую задачу. Или, возможно, ближайшего монстра. Но если мы сейчас его спугнем, друзья, это смерть стопроцентная. У нас нет оружия. Противостоять мы не сможем. И мы, скорее всего, умрем. Но в скорости у нас уже появится первое оружие, а затем и второе. Поначалу кажется, что это какая-то такая, знаете, простенькая игра. А-ля закос под старый такой олдскул, да? Но по факту, друзья, здесь куча возможностей. Здесь навыки персонажа. Я вам просто сейчас покажу. Сейчас у нас нет ни одного очка навыков. Но вы просто посмотрите на эту таблицу. Я не знаю, будет ли дополняться. Да, скорее всего, все это будет дополняться. Потому что... Находим золотишко. Очень важно все, кстати, осматривать. Потому что игра находится в данный момент в раннем доступе. Я думаю, что по-любому будет контент. И насколько я знаю, я могу ошибаться. Если вдруг кто знает, поправьте меня. И подалеку лежит оружие довольно полезное. Хорошо. Игру сделал один человек, насколько мне известно. Откройте инвентарь и перенесите оружие в основную ячейку. Держать в руках можно до двух единиц оружия. Крупное занимает основную ячейку, малое любую. Для выбора оружия используйте клавиши с цифрами или колётиком мыши. Хорошо. Ну что ж, заглянем в инвентарь. Инвентарь, посмотрите, сделан когда добротно. То есть за всей этой пиксельной графикой скрывается вполне добротная игра. Всё круто. И судя по... Вещи, да, по вот этому топору, по вот этим всем ячейкам. Здесь будет куча лута, куча разного оружия. Я уже кое-что видел, да, потому что поиграл немного за кадром. Но на самом деле довольно всё круто сделано. То есть стилизовано офигенно всё. Новая запись. Я проснулся с этим дневником, так что придётся его вести. Постараюсь записывать всё, что важно запомнить. Так что можно будет свериться с дневником, если память подведёт. Игра намекает как бы нам на то, что... Всё нам нужно смотреть в дневнике. Ну что ж. Давайте пройдём дальше. Ячейки для снаряжения, одноразовые инструменты и артефакты можно хранить в особых ячейках. Хорошо. Это обычный бинтик, друзья. Восстанавливать 10 очков здоровья за 2 секунды. Можно в слот вкладывать до 3 бинтиков таких. Вернуться мы к тому монстру уже не сможем, но я думаю, что нам дадут следующего. Как сражаться? Нажмите левую кнопку для лёгкой атаки или правую для тяжёлой. Застав противника врасплох, вы нанесёте больше урона. И вот это, друзья, крайне важно. Первый раз я поломился на этого противника. Просто бегом поломился. И он меня, точнее вот эти 2 демона, очень быстро меня успокоили. Здесь очень важно... ...играть в стелс. Потому что стоит только поломиться... ...и здоровье кончится очень быстро. Есть возможность бросаться камнями, но в данный момент у нас пока, наверное, такой возможности в обучении нет. Тех самых камней. Я хочу реально пройти сейчас этот участок по стелсу. Мы получаем какой-то артефакт. Возьмём топорик, сейчас присмотримся к демону. Куда он идёт, как он передвигается. Но вот несмотря на то, что здесь окружение минимальное, да, нет каких-то... Да ё-моё, чувак, хорош ты, как ты меня видишь спиной. Нет насыщения там деталями, кустиков, там травки и так далее. При всём при том, атмосфера пробирает до мурашек. Вы знаете, мне очень-очень напоминает эта игра по атмосфере. Вичхант. Там тоже как бы минимум всего. Там игра простенькая. В плане, да, какого-то там... ...какой-то графической составляющей, там, движка и так далее. Но, блин, как меня тогда трогала та атмосфера безумно. Так, давайте посмотрим, что мы с вами нашли. Какую-то записочку, прочитаем её. Посмотрите, как стилизовано всё круто, да, то есть обрывок бумаги, текстурка. Видно, что человек подошёл к этому действительно с душой. Живой мертвец, существо, порождённое зловеще чёрной магией. Наблюдать за ними особого смысла нет. Они могут часами радостно смотреть в одну точку или бездумно шататься по округе, пока не заметят живое существо. Тогда в них пробуждается какой-то убийственный инстинкт. Повадки. Разумеется, эти жалкие существа не помеха для опытного охотника. Но недооценивать целую группу живых мертвецов дурная идея. Увидев живое существо, он попытается разодрать его когтями. Иногда он даже набрасывается, причём с удивительной прытью для многих новичков. Роковой. Не знаю, как-то вот обрывается. На полусловие, как по мне. Ну, может быть, и заканчивается фраза. Ну что ж, пройдём дальше немного. К сожалению, друзья, игра не станет светлее. Мы находим пистолет и находим патроны. Поэтому, скорее, просто нужно привыкнуть к вот этой атмосфере, к этой гамме. Существуют разные типы боеприпасов. Чтобы выбрать тип боеприпасов, используйте F, чтобы перезарядить оружие R. Оружие можно разрядить, поместив патроны в инвентарь. Хорошо. Давайте посмотрим, что мы получили. Ржавый револьвер. Покрыт ржавчиной. Но кое-как стреляет. Даже, вы знаете, вот на каждой вещи какой-то вот такой маленький комментарий имеется. Такой тупой, что это уже скорее молот, чем топор. Блин, душевно, очень душевно сделано. И смотрите, мы получили первое оружие. Казалось бы, сейчас мы начнём из него раздавать. Да, определённо оно крутое. Да, определённо оно... И тотем духов, смотрите, нас замечает. Определённо, оно лучше топора, потому что можно со расстояния стрелять. Но, друзья, его надо беречь патронов крайне мало вначале. Здесь тебе ответов не найти, так что отправляйся на поиски золота, мерцающего во тьме. Ещё раз, что мне нужно сделать? Ищи зло, что скрывается в этом мире. Ощути запах серы в воздухе. Хорошо. Ну что ж, давайте продвигаться дальше. Надо найти кого-нибудь и расспросить. Ну что ж, найдём и расспросим. Здесь есть сюжет, причём вполне себе нормальный. За ним интересно следить. Я много не играл, но диалоги, прям погружение чувствуется. Чтобы открыть дневник, нажмите J. Здесь отображают текущее задание. Заглядывайте сюда, чтобы проверять свой прогресс. Надо найти кого-нибудь и выяснить, где я и что тут творится. И картиночка у нас уже показала того, кого нам нужно найти. Но здесь крайне важно, друзья, обследовать всё. Несмотря на то, что игра вроде бы позиционируется как такой. Экшн-слэшер. Что-то типа Дума там и так далее, да? Но на самом деле здесь очень-очень важно всё осматривать. Можно находить деньги. Какие-то полезные вещи, которые можно продать. Патроны, опять же. Ломиться не обязательно. Так, нам можно пойти вниз, а можно вот сюда вверх. Заглянуть, что у нас здесь. Здесь у нас заборчик небольшой. Можем ли мы перепрыгнуть? Да. Музыка классная здесь. Вот в меню была вообще офигенная музыка. Есть выносливость, которая, видите, тратится, да, на сильный удар, на удержание удара. Выносливость тратится на быстрые удары, вот обычные такие. На стрельбу, по-моему, не тратится, но я не обращал внимания. На бег, естественно, тоже тратится выносливость. Ну вот, наверное, это самое светлое, что будет в этой игре. Ну, может быть, и будет день какой-то, например. Я точно в этом не уверен. Безопасные зоны. Здесь можно торговать, в частности, купить карту. Пригодится. Учтите, когда вы погибаете или отдыхаете, некоторые враги восстанавливаются. Поговорите с шаманом и тотемом духов. Хорошо. И вот он, шаман. Голос у него просто офигенный. Что у нас тут? Мертвец, которого я похоронил, вновь ходит по земле. Я почувствовал присутствие неупокоенных духов. Мне казалось, мои талисманы защитят твое тело. Видимо, их осталось мало. Что со мной случилось? Я нашел тело, твое тело, среди останков чудес, и решил похоронить его согласно обычаям моего племени. Я провел все ритуалы, но этого оказалось мало, и могущественные духи вернули тебя в мир живых. Не знаю, хорошо это или плохо. Ты кто? Я никто. Раньше я общался с духами, вел племя, которого больше нет. Остался лишь я. Я в позоре скитаюсь по этой земле, пытаясь исправить то, что могу, и упокоить то, что исправить мне не по силам. Что со мной случилось? Я нашел тело, так это мы читали. Вопросов больше нет. Хорошо, иди же, оскверненный, пусть дорога принесет тебе покой. Здесь много неупокоенных духов, голодных, озлобленных. Чем тебе помочь? Живой мертвец желает мне помочь, как любопытно. Да, помощь мне не помешает. Возьми этот сверток, иди по следам горячего железного коня, найди пещеру, служившую когда-то захоронением для моего племени, оставь его там. Он поможет духам. Можешь убить тварей, что поселились там во имя великого добра. Благодарю тебя, оскверненный, у меня нет для тебя вознаграждения, но наверняка ты отыщешь что-нибудь полезное в пещере. Новый уровень. У вас достаточно опыта для нового уровня. Откройте экран персонажа и выберите новые навыки. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, что мы с вами можем прокачать. У нас три очка навыков, и прокачка здесь путем покупки навыков. Собственно, видно, да, вот эти вот цифры. 1, 2, 3 — это стоимость покупки. Я бы взял сейчас максимальное здоровье на 25%. Это здесь чертовски важно, друзья. Здоровье здесь очень нужно, потому что противники сложные. Буквально 2-3 удара, и персонаж умирает. Золотоискатель. Шанс найти золотые предметы повышается на 10%. Блин, ну так-то прикольно, но маловатый шанс, конечно, 10%. Собиратель стрел, снайпер. При прицелью не оружие колеблется на 25% меньше. Удобное оружие, когда в руках оружия ближнего боя выносливость восстанавливается быстрее на 50%. Пока я планирую, да, походить, наверное. С топориком, прям плотненько с топориком. Пистолет будем для подстраховки держать. Объем инвентаря увеличивается на 3 ряда. Но пока не требуется. Дальность броска для метательного оружия антипохмелин. В моих венах бежит русская кровь. Потрясающе просто. Алкоголь действительно на 75% слабее. Но алкоголь это что-то типа бафов. Блин, вот или мародер. С убитых монстров всегда можно собрать предметы. Это полезно, потому что в монстрах далеко не всегда что-то лежит. И сейчас, наверное, мы с вами возьмем мародер для того, чтобы, да, денежки копить. Поговорим еще раз с шаманом. На твоем месте я бы направился в сторону города. Найти следы железного коня и иди по ним. Я видел, как кое-кто из твоего племени что-то ищет у руин. Может он что-то знает о твоем прошлом. Может и нет. Давайте поторгуемся, и нам дали совет приобрести карту. Она стоит 40 монет. Мы берем ее, остается у нас 10. При этом мы с вами можем продать. Заметки про живого мертвеца. Вот эту вот монетку, золотая монета. Блестящая золотая монета, похоже, ее оставил представитель духовенства. Может поэтому такие монеты редки в пустоши. Если она в экипировке, в момент смерти вы можете получить новый порог. Можно обменять на благословение у тотема духов. Придержим пока монетку, вешать на себя не будем. Потому что да, потому что нужно нам это держать при себе. Так, торговец хорошо заплатит за этот предмет. Это замечательно, но пока, друзья, мы с вами ничего здесь не будем покупать. Несмотря на то, что нам очень много всего нужно. И патроны. Да, и лук бы я прикупил, но пока денег у нас крайне мало. Будем довольствоваться только картой. И давайте посмотрим размеры мира. Мы с вами находимся вот здесь. Шаман попросил меня вернуть покой с захоронения его племени. Нужно найти их священную пещеру и оставить там сверток, который он мне передал. Я думаю, что, наверное, мы займемся сейчас просьбой шамана. Карта, смотрите, огромная, на самом деле. Мы с вами вот здесь вот походили только. Но карта действительно огромная. Так, а как ее закрыть? А вот крестик, хорошо. Ну что ж, поговорим теперь с тотемом духов. Раз уж ты здесь, мы объясним, что от тебя требуется. Это место проклято. И тебе нужно найти источник проклятия. Мы не знаем, откуда оно взялось. Так что смотри в оба. Приноси нам все, что покажется тебе странным или жутким. А если собьешься в пути, возвращайся к нам. Возможно, мы облегчим твои страдания. А пока можешь отправляться на поиски. Мы знаем, где можно начать. Следуй за сильным запахом тьмы. Некоторые ответы ты найдешь под сгоревшей церковью в разрушенном городе. Что-нибудь еще? Вы можете мне помочь? Можем, можем. Да, разумеется. Мы можем от тебя благословить, но придется заплатить. Учти, что вам от меня нужно. Мы ищем проклятое золото, металл, блистающий тленом и коварством. Принеси его нам, и мы спрячем его от рук смертных. Ты нашел золото? Закопай его под тотемом, и мы тебя благословим. Золото у меня. Что конкретно вы умеете? Мы можем делать много чего, но тебе можно выбрать что-то одно. На чем остановишься? Мне бы не помешала кошачья удача. Хочу ступать бесшумно, как лисица. Благословите меня недюжиной силой медведя. Хочу замечать все, что блестит, словно сорока. Ааа, блин, прикольно, но пока мы с вами ничего не будем здесь делать и брать. Посмотрим, что у нас в дневнике появилось. Адская литургия. Неудивительно, что в церкви скрывается нечто ужасное и зловещее. А может, скорее под ней? Так, в поисках проклятого золота обыскать церковь. С шаманом поговорили, и вот у него активное задание, да? Очищение души. Хорошо. Ну что ж, выдвигаемся, друзья. Выдвигаемся. На охоту на нечисть. Так, и впереди уже у нас есть товарищ. У нас есть, кстати, камешек. Полезнейшая штука для того, чтобы отвлекать вот этих вот демонов. Вот он уже поворачивается в мою сторону. Но мы сейчас попробуем его отвлечь. Мы швырнем камешек. Пока он меня не видит. Все. Немножко отвлекли его. Теперь давайте попробуем убить топором. Здесь крайне важно стелсить, друзья. По-другому просто... Не вариант. А вот теперь смотрите, что будет, да? Он одним ударом сносит 25 здоровья. Чертов гад. Слишком близко я подошел. То есть они даже как-то чувствуют, наверное. Скорее не слышат, а чувствуют. Потому что мы достаточно бесшумно передвигаемся. Мы его сейчас подержим там, вот в лечении. Но, блин. Черт возьми, опасно. Не-не-не-не-не, пистолетик нет. Стой, 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 стой. А, все. Получилось. Получилось так. Еще кто-то, смотри, идет. Какой-то мертвый шахтер. На, получай. А, смотри, говорит, всегда есть лут, да? А подожди, а мы прокачали ту способность? Вроде да. Мародер. С убитых врагов всегда можно собрать предметы. Хм. А вот с этого-то мы ничего не собрали. Так, слушай, не та ли шахта? Ну, возможно, та, да? Но нам нужно будет пройти в ее недра. Ладно, погнали. Можно использовать бинтик, например, сейчас, да? Давайте это сделаем. Вот так вот он бинтик на руку наматывает. Прикольно. И осмотрим это место. Здесь будет много врагов, поэтому нужно сейчас приготовиться. Очень аккуратно действовать. Так, тихо. Входим в стелс. Какой-то вилочку нашли, хорошо? А, то есть здесь рандом. Первый раз, когда я играл, я здесь нашел куда больше предметов, чем сейчас. Так, смотрите, у нас как минимум два врага, да? Так, неплохо. Очень даже неплохо. Осмотримся здесь, кто-то еще должен быть. Хорошо. Блин, с этих лута нет. Офигели, что ли, совсем? Дайте лут мой, быстрее. Что-то берем, какие-то патроны, да? Алкоголь. Давайте посмотрим, что мы подобрали. Золотая медовуха. Скорость передвижения повышается на 20% на 240 секунд. Снижается штраф за недостаток выносливости на 15, на 240. Средняя крепость. Да, но, видимо, чтобы алкоголь здесь пить без каких-либо последствий, нам бы желательно, наверное, прокачать способность и пустить по своим венам русскую кровь. Звучит офигенно. Не помню, был кто-то здесь или нет. Да, был. Здесь важно еще, друзья, целиться в голову. То есть вообще все здесь не так просто, как кажется, на первый взгляд. Из-за вот этой пиксельной графикой скрывается действительно продуманный геймплей. И достаточно сложная игра, я хочу сказать. Так, а вот, собственно, у нас уже первые проблемы. Не-не-не-не-не, не даем бить себя. Просто так не даем, потому что я ни разу от них не выхватывал. Даже не знаю, как это происходит. У него в руках кирка. Вполне возможно, что он нанесет очень много урона. Так, здесь пусто. Паутинка. Нет ничего. Но предметы здесь немножко помигивают. Они подсвечены. То есть, в принципе, не проблема их заметить, если ты будешь тыркаться действительно в каждый уголочек и все внимательно осматривать. Ну, наверняка что-то и незамеченным останется, потому что идеально прям, я не знаю, это нужно действительно в этой игре пожить, чтобы прям вот идеально ее проходить и знать каждый закуток. Все, погнали дальше. Следующее место. Здесь мы вроде как с вами все исследовали, осмотрели. Патрончики. Здесь что-то. Что подобрали? Давайте посмотрим. Коктейль молотого. Идеально. Возьмем. На всякий случай. А вот кого-нибудь сожжем. По-моему, вроде бы топором вот это вот все дело. Не ломается, насколько я понял. Вспоминаем. Мы с вами вот сюда еще могли сходить, да? Да, вот вход. На входе мы уже убили тварь. Так, тихо-тихо-тихо. Начинает срабатывать индикатор. Да, врагов достаточно много. Нужно нам сейчас понять, с кого начать. Наверное, с вот этого-то... А, не-не-не-не-не-не, стоп. Много. Много, давайте. А, тихо-тихо-тихо. Заметит, заметит. Так, хорошо. Этот пойдет, наверное, сейчас наверх. А здесь падать, блин, достаточно высоко. Но можно это сделать без ущерба для здоровья. Так, секундочку, друзья. Тихо-тихо-тихо. Вот она, тварь. Очень медленно машет топором, на самом деле. В замесе. Да, и мы получаем рану. Черт возьми, блин. Черт, его рана. Бинт есть у нас? Давай быстрее. Да, мы рану перевязываем и... Получаем немножко здоровья с этого. Так, хорошо. Давайте мы ликвидируем последнюю угрозу и спокойно здесь все осмотрим. Оружие вроде как не ломается, насколько я знаю. Получай. И вроде бы больше никого тут нет. Сейчас давайте внимательно все здесь осмотрим. Какие у нас тут есть варианты, где что поискать? Какой-то лут. Блин, полный ящик каких-то бутылок, но мы взять ничего не можем. Можем спуститься по лестнице. Что у нас здесь? Сок мяса, да? И все. Ну, лучше этого не делать, на самом деле. Вот этих всех прыжков, потому что я частенько разбивался. Просто кажется, что герой спуститься сможет. На самом деле нет. Не получалось у него. Так, находим пули. Вот туда мы не попадем. Я это уже пробовал раньше делать. Поэтому давайте просто продвигаться дальше. Что у нас карта говорит? Да, мы с вами, собственно, там, где нужно. О, бинтик. Бинтик, это хорошо. Бинтик, это здорово. Но мы прибережем его для того, чтобы, да, в случае чего просто захилиться. Сколько у нас? 70 единиц здоровья за 20 секунд. А, нет, пока рано. Пока рано такую бутылочку применять. Я не знаю, вроде бы не открывается ничего подобное. Я пробовал. Да не получалось у меня это дело открывать. Так, уже впереди мертвец ходит. Бум. Красиво. Уходим. Тихо, тихо, тихо. Он идет сюда, да? Походу. Почему я так сильно осторожничаю, друзья? Потому что, когда убьют, у нас будет один дебаф. Три смерти дают нам проклятие. Снижение здоровья. Поэтому сейчас лучше нам, конечно же. Немножко посейвиться, друг. Ты камни слышишь? Или тебе не до этого? Нет, тебе, видимо, не до этого. Ладно. Вот он стоит. На, получай. Они, конечно, в стиле прям дума, такие пиксельные монстры. Но при этом физика в игре довольно приятная. То есть они двигаются плавно. Несмотря на то, что их вроде бы наделили пиксельной графикой, которая, по сути, друзья, уже с двух метров неразличима и незаметна. Хорошо. Еще один бинт. Это очень хорошо. Здесь крайне такой лут редкий. Его не хватает постоянно. Смотрим. Так, там у нас мертвец. Здесь у нас еще один, да? Сейчас мы поймем примерно, как они ходят. Что, хотите? Шмальнем разок. Вот потому, например. Сейчас вот это вот обором снимем, потому шмальнем. Смотрите, в стелс-системе здесь и зрение врагов, и слух врагов. Но, скорее всего, как только мы шмальнем, могут сбежаться все. Давайте посмотрим, как это происходит. Целимся и в башку. Звуки, конечно, вообще бомба просто. Звуки стрельбы. И разное оружие будут дробовики. Я думаю, дробовики вообще будут лихо шуметь. Круто. Там у нас был один враг, да? А сюда, наверное... Нет, не сюда. Не сюда. Нужно будет потом сориентироваться, как мы пойдем. Тихо, 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 братка, братка. Тихо! Да, брат же ты, проклятый! Сейчас меня убьет. Еще и рану повесил, собака. Давай, вяжись быстрее. Вот, видели? Пропустил врага. Хотя, что самое интересное, друзья, я... Ну, как бы не то, чтобы я знал, что он здесь стоит. Я помню этого врага. Но вот пропустил, и все. И он натрепал мне уже на пол-хп. Буквально еще несколько вот таких вот пропущенных ударов, и все. И я еще и промахнулся до кучи сильным ударом. А после сильного удара есть какая-то такая задержка. Так, вилочки, по-моему, да, подбираются. Нет, мы явно не там, где нужно. А, мне кажется, я знаю, про какую пещеру речь идет. По-моему, я знаю. И про огненного железного коня, или горячего, или горячего железного коня, про которого нам там говорили. Кажется, что вроде бы с пистолетом будет проще. На самом деле нет, друзья. У него тоже есть задержка между выстрелами. С него тоже достаточно тяжело целиться, потому что чем ты дольше держишь, тем больше его колбасит. Тихо, 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 тихо. Очень напряженная игра, на самом деле. Прям вот очень. Да, мы, получается, полностью выходим, но это не то, что мне нужно. Давайте возвращаться обратно. Сейчас попробуем отыскать это место, про которое шаман говорил. Нам нужно его просьбу обязательно выполнить. Мы сейчас попробуем, да, в другое место пойти, потому что там вот, где железная дорога, может быть, нам туда нужно. Или это мои были, шаги слышны. Непонятно. Ладно, погнали. Не-не-не-не-не-не-не, вот это плохо. Да, это плохо. Да, видите, в чем прикол пистолета? Еще и не попадешь, на самом деле. Вот так вот с первого раза. Ой, жесть. Слушай, быстрее, перевязывайся, быстрее, друг, быстрее, быстрее. Сейчас умрем. Давай, восстанавливать здоровье будем. Очень тяжело. Очень тяжело, друзья, здесь играть. Вот так вот враги сильнючие, просто нереально сильные. А, вот туда куда-то пещера, смотри, да, по направлению. Возможно, мы туда сейчас придем. Сейчас пока сосредоточимся на просьбе шамана. И видите, да, пистолет? То есть, казалось бы, что, имея такое оружие, ты прям красавчик. Сможешь всех побеждать. Не тут-то было. Да, он меня слышит, именно слышит. Хорошо. Минус один. Так, сейчас меня заметят. Сейчас меня заметят. Сейчас меня заметят, жесть. Оттянемся. А кто меня замечает-то, блин? Все, хорош. И нужно делать такие паузы между шагами, когда подкрадываешься. Потому что тебя реально в любой момент могут заметить. Вот как сейчас. Раз и заметили. Смотрим. И снова мы не в том месте. Но здесь есть какая-то записочка. Давайте заберем. Посмотрим, что это. Заметки. Блудная дочь. Интересно. Крайне интересно наблюдать за существами, которых охотники и прочие смельчаки-пустоши прозвали блудными дочерьми. Эти твари, на первый взгляд, похожи на людей. Но темная магия нанесла их мозгу слишком большой ущерб. Пусть они сохранили дар речи. Блудные дочери демонстрируют признаки мании величия, считают себя юными красотками и требуют полного и безоговорочного восхищения. При этом они носят маски, скрывающие их ужасные обезображенные лица и не расстаются с дробовиками. Повадки. Поэтому лучше всего убивать блудных дочерей как можно быстрее. Выстрел в лицо разобьет маску и вызовет агрессию. Следовательно, такой подход не рекомендуется. Все, что способно раскрыть их уродство, например, живое существо или неодушевленный предмет, вроде зеркала, вызывает в них бешеную ярость. Существо не успокоится, пока либо не устранит объект агрессии, либо не погибнет само. Отлично. Как убивать-то? Вопрос. Как убивать-то это все дело? Там у нас мертвец ходит. Блин, чертова пещера шамана. Подозреваю, что возможно мы были там, где нужно сейчас, вот в этой основной большой пещере. Но может быть и нет. Ладно, разберемся, я думаю. Так, вот, собственно, мертвец, да? Давайте попробуем. Уже слышит. Блин, корточки вообще какой-то эффект дают мне, интересно, но по идее должны. Бум, красиво. О, монеточка. Монетки будем беречь вот эти вот, потому что за них можно будет у духов снимать проклятие, ну или что-то подобное. Зачем-то эти монетки нужны. Так, мы туда никак не проходим. Мы можем пойти через мост, но можем спуститься вниз. Да, да. Будем сейчас возвращаться. То есть, пощупали это направление. Особого эффекта оно нам не дало. Но еще есть вариант, куда сходить здесь. Давайте вот сюда сейчас сходим. Вообще, есть еще вариант полазить по вот этим вагонам, на самом деле. Вот, допустим, здесь уже что-то лежит, да? Здесь у нас уголь. А вот, собственно, тот самый железный конь. Или как там он говорил, горячий или горящий конь на железном пути. Что-то такое. Заметки духи. Природа темной магии и пустоши все еще не изучена, и духи очередное тому подтверждение. Долгое время предполагалось, что только материя может подвергнуться деформации и различным искажениям. С открытием духов это предположение ушло в прошлое. Так как мы получили доказательство, что даже эссенция живого существа, чаще всего человека, может претерпевать изменения, видимые невооруженным глазом. Повадки. Эфирная природа духов делает их менее уязвимыми к традиционному оружию. Однако серебряные боеприпасы оказались весьма эффективны. Опытные охотники предпочитают выждать, пока дух не бросится на них. Именно в тот момент тварь наиболее уязвима. Духи. Что за духи? Вопрос. У нас кончились бинты, кстати говоря. А, переносит к тотему духов. Смотрите, это что-то типа телепорта, да? Головешка вот эта, воронья. Здесь у нас все. Тут есть что-нибудь? Да тут много чего, только подобрать нечего. Патрончики для дробовика. Кстати, сколько уже у нас патронов для дробовика? Семь. Нет, да не, не, пятнадцать. Семнадцать. Хорошо. Но у нас нет пока самого дробовика. Может быть, блудная дочь подарит нам его? Слушайте, да? Звук шагов по рельсам. Звук шагов рядом. Отличается, друзья. Даже вот такие мелочи продуманы. Вот, собственно, про какую пещеру я думал, но нет. Это оказалось тоже не она. Поэтому мы с вами еще сейчас зайдем, поистребляем немножко этих тварей вот здесь рядом. За поворотом. И потом все-таки пойдем дальше, потому что, мне кажется, пещера духов, да, она была дальше все-таки. Что-то как-то неудачно я швырнул, на самом деле. Да жесть, ты махнишь топором, ты черти дири, ковбой. Видели прикол, да? Видели? Он получил сильный удар, при этом он меня убил. Вот почему, друзья, здесь крайне важно стелсить, потому что никогда не знаешь, к чему приведет очередная схватка с врагом. Вы получили порок, при каждой гибели три порока превращаются в страшное проклятие. Эффектам пороков можно сопротивляться, применяя зелья и артефакты. Ну вот, собственно, да. Вот, собственно, друзья, и получилось. Давайте подоргуем шаманам. Продадим ему все вот это барахло. Так, а как-то можно быстро через какую-нибудь клавишу? А, вот двойным кликом можно, хорошо. Эти зубики продаем. Может быть и нужно применять огнестрел? Может быть я слишком сильно как-то в стелс упоролся? Посмотрим. Сейчас будем по-разному. Записки тоже продадим, вот эти заметки. Коробка сигар. Торговец хорошо заплатит за этот предмет. Неплохо. Отдадим. И еще коробка сигар, да? В итоге у нас 152 с вами. Могли бы приобрести лук, да? Или нож. Вот этот ножик крутой, но он стоит 700 долларов, друзья. Это обалдеть. Но он реально крутой. У него там что-то вообще куча параметров зеленых. Улучшает скрытность, там все дела. Посмотрим. Патрончики. Давайте возьмем, в принципе, серебряные, малокалиберные. По 16, да? 4 патрона. Давайте возьмем бинты обязательно. Раны перематывать. Давайте возьмем... Ух ты! 100 стоит. Офигеть. Дорого. Очень дорого. Все очень дорого здесь, блин. Ладно. Ладно, хорошо. Патроны, в принципе, есть. 12 патронов. Все, наверное, больше ничего не будем брать. Хотя, на всякий случай, возьмем все-таки вот эти, да? Говорят, что против каких-то духов они хорошо работают. Так, ты можешь помочь? Благословение, да? Давайте попробуем какое-нибудь благословение. Золото у меня, а что конкретно вы умеете? Вот, хочу заплатить, бесшумно, как лисица. Благословение действует, пока вы не погибнете. Прекрасно. Надеюсь, что мы не умрем сейчас за поворотом. Все, погнали, посмотрим, что дальше. Видите, у нас одна из трех. Где это посмотреть можно? Вот здесь. Хрупкость. Максимальное здоровье снижено на 2%. Эффект станет сильнее, когда проклятие достигнет максимума. Благословение. А вы привлекаете внимание врагов на 25% меньше. Всего-то, друзья, на 25%, да? А как звучало вначале красиво. Посмотрим. По идее, враги вроде как рессаются или нет. Надо проверять. Ну да, вот там уже внизу есть товарищ. Блин. По-хорошему нам нужно через пещеру идти, друзья. Ничего с этим не сделаешь. Но сейчас под бафом лисицы, мне кажется, у нас стелс должен работать куда более корректно и правильно. Бамс. Получай в башку. Чертова тварь. Так, вон он подгребает, да? Понять бы, куда он пойдет на самом деле. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Все, он развернулся. Хорошо. О, бинтик, блин, какой кайф. А с них, оказывается, и бинтик еще выпадают. Крутяк. Я думаю, что в этой серии мы увидим вот эту вот блудную дочь, или как она там называлась. Блудливая. В общем, увидим. Собственно, на превью она нарисована, и на начальном экране здесь тоже она. В корсете с голыми ножками. Вся такая красавица, но под масочкой, друзья, там, да. Там кроется сюрпрайз. Небольшой. Прикольно реализована досмена боеприпасов, то есть для разных тварей. Вообще шикарная игра продумана на самом деле. Вот удивительно, серьезно. Как за такой картинкой скрывается действительно офигенно продуманная игра. Тогда эта пещера должна быть здесь, друзья. Но мы с вами уже куда-то ушли совершенно далеко от этой метки. Может быть, найдем в будущем. Потому что я квест шамана не выполнял. Посмотрим. Смотрите, у нас вверху летают какие-то духи. Но мы вроде как сейчас с вами под бафом лисицы, да? Может быть, и пройдем. А может быть, вот она, наша пещера, кстати. Как вариант. Вот здесь вот на самом деле и будет. Та самая блудливая дочь или как ее там. Вон он стоит. Жесть. Жесть. У нее дробовик, друзья. У нее дробовичок. У нее дробовичок. У нее дробовичок. Завалили. При этом, да, при этом она промахнулась. Жесть. Ну ты, тетя, даешь, конечно. Смотри, что есть. Смотри, что есть. А ну. А ну-ка, давай-ка. Плясать, выходище. Проверим. Хотя, конечно, я бы не расходовал на самом деле. Боеприпасы, мне кажется, применением найти можно куда более правильное. Но хочется разок просто, разочек дать, да? Кому-нибудь в лицо. Ну и как бы с топором мы сейчас с вами особо тоже не походим. В этом-то и прикол. Здесь три. Видите, в чем проблема? Три твари. Да разложить-то можно, на самом деле. Небольшая эта проблема. Бабам! Но твари, на самом деле, не сагрились, да? То есть, в принципе, у нас есть шанс перейти на топор. Побережем. Давайте, дробашок. Разок пальнули, послушали. Все, побережем. Куда идем мы с пятачком? Кто мне расскажет? Бабам! Тюк! Хорошо. Блин, физика тел классная. Они прям падают, так заваливаются, да? Чувствуется, что там еще внутри остались какие-то... Какая-то сила в мышцах, да? Смотри, а там кто-то... Я тебя не знаю. Я тебя не знаю. Ты кто? Не знаю. Какой-то этот, смотри. С крылышками, жесть. Крылышки-то мы тебе подрежем, дружок. А там еще одна дочь, да? А вот черт его знает, как с ней разбираться лучше. Топором, пистолетом. Вроде пистолетом мы забрали ее, но навтыкали что-то много по ней. А как она стоит, я не пойму. О, еще дробовичок. Серьезно. Не, ну забирай. А чего ты не можешь так взять? Ну хотя бы разрядить, ты можешь его? Недостаточно места в инвентаре. Это кто сказал? Кто такое придумал? В смысле, ты не можешь взять, потому что места нет? Вот, все. Не надо, голову мне не делай. Ну-ка посмотрим, дамочка какая. Ой, жесть. Зона декольте шикарна. Вот все остальное так себе на любителя. А что вот это за тварь была? Неизвестно. Друзья, по идее, надо бы заканчивать, наверное, наши хождения, да? На сегодня. Ну что-то прям... Что-то зацепило, да? Согласитесь. Что-то есть в этой игре такое. Давайте попробуем. Может быть, эта пещера наш вариант, да? Потому что мы углубляемся дальше. Вроде как по карте мы идем именно туда. Здесь мы все осмотрели, все забрали. Блин, мешочек. Ну почему? Почему ты не берешься? Да, определенно это то место. Наконец-то, блин. Наконец-то мы... Ох ты, ох ты. Дожди-ка, а у меня же... Жесть там плеву какой-то. Слушай, пошла зворуха походу. Тихо, 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 тихо. Тихо, бегут, нет? Да, бегут по-любому. Жесть! Жесть! Нет, 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 подожди. Скорее. Тихо. Тихо. До свидульки. Пошел вон. Черт, вы твари. Всех завалю. Слушай, ну фортануло на самом деле. Фортануло то, что успел переключиться на дробовик. Кого-то там мы еще сожгли коктейлем молотого, да? Какого-то зеленого плюющегося гада. Давайте что-нибудь прокачаем. Круто, круто. Пока все очень классно. Удобное оружие. Когда в руках оружие ближнего боя выносится, становится быстрее. Возьмем. Мне кажется, это очень полезная тема. Прилив адреналина. Урон в ближнем бою повышается на 200, когда у вас меньше 20. Ну, такое. Повышение максимального здоровья на 25%. Найти дополнительные боеприпасы при обыске, да? Эффект от бинтов повышается на 100%. 20 будут исцелять, да? Блин, полезно. Мне вот это вот еще тоже нравится. Повышение максимального здоровья на 25. Давайте эффект от бинтов брать сейчас, мне кажется. Урон кровотечения снижается. Тоже полезно. Скорость бега повышается, когда выносливость на нуле. Быстрая перезарядка. Скорость атаки в ближнем бою повышается на 25%. Да блин, тут все крутое. Просто все крутое. Но мне кажется, бинтик, да, будет полезнее. Давай вернем топор. Дозарядим наш револьверчик. Проверим, кто тут остался. Да, мы определенно тут сожгли какую-то тварь, смотри. Жесть просто. Какая-то плюющаяся тварь. Кислотная железа. Рядом с едой лучше не хранить. Увеличивает стойкость кислоте на 50. Снижает максимально здоровье на 15. Мы просто заберем, пока не будем ставить такое. Я думаю, что мы пришли. Мы нашли то место. Нифига не нашли, друзья. Короче, да фиг его знает, куда нам тут идти. Но здесь куча разного лута. Топорик, смотри, матерый топорик. Как, как взять, как, не знаю. Сейчас будем раскладывать пасьянс. Так, вроде разложил. Более-менее такую большую ячейку сделал. Давайте посмотрим, что за топорок такой. Урон основной атакой 15. Урон второстепенная 35. Да, 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 да. Мы берем его. Смотри, какой, да, эльфийский красивый топорик. Так, что-то еще здесь было, мне казалось. Ложечка. Серебряная наверняка. Стрела еще одна. Нож. Опять место в инвентарении. Да что ж ты будешь делать? Подожди, а патроны можно? О, хорошо. Патроны можно соединить. А вот эти монетки нельзя? Ну, монетки можно повесить пока на себя, например. Тоже освободить немного места. Так, ну что, давайте посмотрим, получится ли у нас нож подобрать. Что это за нож такой? Ну, как бы так себе. Ржавый нож, но как минимум это можно будет продать. В итоге. Да в итоге нифига, друзья. Нифига это не та пещера или та, я не знаю. Но мы опять стоим буквально вот в шаге от нее. Но, скорее всего, это не то место. И вы знаете, нам бы желательно куда-то сходить, где есть очередной тотем духов. Может быть сюда? Нет, ну туда мы не залезем никак. Персонаж здесь не лазит и прыгает не очень высоко. Ну, возможно, да. Возможно, где-то там. Наша пещера еще будет впереди. Что много с этой пещерой духов возни в этой серии получается. О! Блин, у нас нет места, друзья. Вот эта засада просто засадная. Я уже не знаю, как тут все это хозяйство разложить. Так, посмотрим, получится ли сейчас забрать эту кружку, чашку, что это. Получилось, вот она. 15 долларов, тем не менее. Тихо, тихо, тихо. Где, 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 где? Впереди где-то, да? Так, это мы сможем вот сюда подняться. А для чего? Посмотрим. Да не знаю, ни для чего, наверное. Нам нужно найти тотем. Следующий. Тихо, тихо, тихо. Видит, слышит кто-то меня. Возможно, летающие духи. Нет, вот эти вот челы впереди. И видят, и слышат. И что-то их там много, короче. А давайте мы пока пройдем. Например. Вот сюда. А, ну то есть можно было бы и поверху пройтись, да? Ладно, пока постелсим. Зубик. Зубик не берется. Места в инвентаре вообще не осталось, друзья. Просто по нулям. Как бы нам. Как бы нам, как бы нам. Короче, как ни крути, не получается у меня разложиться, да? Потому что, не знаю, горизонтально не кладутся эти зубики. Только вертикально. Ну, ладно, все. Пойдем дальше. Ну, хотя бы винтик можно забрать. Это радует. Так, а вот, собственно, дух, смотрите, да, летает. Нам на него нужны серебряные патроны. Серебряные-то, по-моему, какие? Да, вот они. Серебряные малокалиберные. Ну, там не один дух так-то. Да жесть какая. В смысле, ты ушел в скалу? Короче, пистолет это жесть на самом деле, друзья. Вообще, анрел попасть адекватно. Где там у него эти мушки-планки прицельные? Все патроны сейчас расстреляю просто на чертового духа. Ну, наконец-то. В голову. Спасибо. Вообще-то у него там только голова и есть. Так, кто у нас здесь? Какой-то лютый парень. Хорошо. Ну, в принципе, тоже неплохо. Тоже неплохо так. Кто-то меня замечает, пока не пойму кто. Смотри, там здоровяк какой офигенный. Жесть. Вы знаете, пора, наверное, дробаш доставать, мне кажется. С духами у нас будут проблемы, но если что, из пистолета попробуем. Да, мы ничего пока не соберем. А вон еще какая-то тварь, смотри. Жесть сейчас заметит. Заметила. Перезаряжайся быстрее. Быстрее. Ой, у нас проблемы. Ой, проблемы у нас, друзья. Огромные проблемы. Да, с такого расстояния дробаш вообще бесполезная тема. И меня сейчас убьют, скорее всего. Жесть, здоровяк какой, смотри. Да все, конечно. Да ну куда такую толпу сманить? Конечно, это не вариант. Ну вот, собственно, и нашли мы тотем духов, друзья. Вот он. Ну ладно, ладно, ничего страшного. У нас монетка одна сработала, кстати, и не дала нам еще одно проклятие. Ну что ж. Если вам игра понравится, друзья, в следующей серии мы будем продолжать. Ну, наверное, еще может быть серию другую, третью, там, ну, в зависимости опять же от того, насколько вам это будет интересно. Мы еще запишем, но лично мне очень интересно, друзья, прям вообще крутейшая игра, на самом деле. Я балдею, серьезно, атмосфера, все очень круто сделано. Сейчас буду торговать здесь, и в следующей серии с этого места мы с вами уже отправимся вновь на истребление полчищ демонов. Хотя, смотрите, да, буквально сманили такую более-менее толпу, и все, забей, они разложили меня сразу. Поэтому стелсить здесь крайне важно, на самом деле. Ну, а на сегодня все, друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментарии обязательно пишите, советы, предложения, пожелания. Увидимся в следующей серии, пока-пока.